Нет-нет, последний вопрос задаю я. Чему я могу у тебя научиться? У меня? Да. Удохновлять? Хорошо. И мотивировать. Самый инновационный спикер. Спикер и автор книги идеи. Какие у вас впечатления от Украины? Приезжаешь такой в Украину? Ладно. Для меня, как спикера, это одна из любимых стран. Потому что украинцы, они скептики. Но в хорошем смысле слова. Идея, это когда человек берет две формально известные вещи и сочетает их по-новому. Я показал вам идею, а 80% сказали, и это все? Это идея? Тупо белые листы? В книге это такая идея? Есть консервативные люди, умеренные люди, инноваторы. И умеренные вызывают больше тревоги, чем консерваторы. Ведь они считают себя прогрессивными, но это не так. Да, только в Исландии, в Исландии, представьте, я продал 3000 экземпляров. Сколько людей живет в Исландии? 300 тысяч. Да, вдохновение это топливо. Но мотивация это то, что подталкивает вас. Хорошо показано, что добиться успеха с безумной целью легче, потому что конкуренции нет. Ведь никто не думает, что такое возможно. Друзья, сегодня мы беседуем с Фредериком Харреном. Это известнейший человек, который живет в Сингапуре, который является шведом по национальности. Переехал в Сингапур. У него есть остров, на который он приглашает всех людей с фантастическими идеями, для того, чтобы они там жили бесплатно и делились этими идеями. А теперь мы поговорим по поводу того, зачем это нужно и почему это происходит. Добро пожаловать в Украину. Спасибо большое. Вы у нас первый раз. Нет-нет, я уже бывал здесь. Это мой четвертый. Четвертый? Визит в Украину. Я люблю эту страну. Какие у вас впечатления от Украины? Как спикер? А я сюда всегда приезжаю, чтобы выступить. Так что для меня, как спикера, это одна из любимых стран. Потому что украинцы, они скептики, но в хорошем смысле слова. Так что Индия моя любимая страна, но Украина очень близка к идеалу. В Индии люди ищут знаний, но не принимают все на веру. Не выйдет просто сказать, делайте так. Они послушают и спросят, а чему я здесь научусь? Что вы имели в виду? Они сомневаются. А есть страны, где слова просто принимают на веру. Как в Макдональдсе. Вот еда, ее едят. А здесь думают, я точно хочу это есть. У вас люди все ставят под вопрос, мне это нравится. Первый вопрос. Что тебя побудило из совершенно счастливой Швеции переехать в Сингапур? Почему? На самом деле, я переезжал из Швеции в Китай. По двум причинам. Причина номер один. В Швеции я был очень успешным спикером. Меня признавали лучшим спикером в стране. Это было слишком легко. Нужен был новый вызов. И я решил начать с нуля. Поехал в Китай. Я там никого не знал. Не говорил по-китайски, ни друзей, ни бизнеса. Начинал с нуля. И за два года у меня получилось. Сделал карьеру спикера в Китае. Но потом, через два года, решил из Китая уехать. Перебрался в Сингапур. Почему я живу именно в Сингапуре? Потому что это очень глобализованное место. Я не работаю в Сингапуре. Я там просто живу. А выступаю по всему миру. Если вам нужно глобальное мировоззрение, лучше Сингапура места не найти. Как ты считаешь, какие ближайшие тенденции будут происходить с миром? И какие изменения ждут мир в ближайших 10-15 лет? Ну, завтра я буду выступать. И я буду много говорить о том, что любому человеку, где бы он ни жил, нужно глобальное мировоззрение. Сейчас много говорят о цифровом поколении. На всех бизнес-конференциях говорят о цифровых трансформациях, об использовании интернета. Все это так. Но мы об этом говорим уже 20 лет. Я написал свою первую книгу в 1995 году. Она называлась «Интернет и маркетинг». 25 лет мы говорим о том, как будет меняться интернет. И мы называем молодежь цифровым поколением. Им не нужно к нему приспосабливаться. Для них он естественен. Все это так, но я также хочу сказать, что есть и другой тренд. Мы живем в намного более глобализованном мире. И мы с тобой... Сколько тебе лет? 45. Окей, мне 50. И мы иммигранты в цифровом мире. И в глобальном тоже. Нам нужно выработать глобальное мировоззрение. Но у следующего поколения оно уже есть автоматически. У моих детей автоматически. И это повлияет на мир не меньше, чем интернет. Но это все в голове. Это мировоззрение. Так просто его не увидишь. Это не технология. И я буду об этом говорить. Я раньше много говорил об изменениях в технологиях. Но кажется, если человек этого до сих пор не понял, то уже и не поймет. Меня больше интересует, что происходит у людей в голове, чем то, что происходит в сфере технологий. И поэтому я, будучи спикером, живу в Сингапуре. Поэтому так много езжу. Кажется, Украина у меня 18-я в 2018 году. 18-я в этом году я выступал в 18 странах. Обычно выступаю в 20-30 странах за год, потому что хочу понимать, что происходит во всем мире. Не просто в Европе или Америке, или же в Азии. Что ты понял в этом году? Главный вывод. Я перестал рассматривать по отдельности, что происходит в Азии, что происходит в Америке. Я стал интересоваться, что происходит с людьми. Приведу пример. Где-то год назад я был в Улан-Баторе. Улан-Батор — это Монголия. Да, я был в Монголии. А монголы рассматривают свою страну как очень изолированную. У них нет выхода к морю, только граница с Россией и Китаем. И кажется, что так оно и есть. Но когда я выступал перед молодыми предпринимателями в Улан-Баторе, я зашел в их каворкинг, и он выглядел в точности как каворкинг где-нибудь в Стокгольме, или в Сан-Франциско, или в Сингапуре, или в Кейптауне. Он такой же. На людях такая же одежда, один в один. То есть молодой IT-предприниматель там, в Улан-Баторе, намного больше похож на своего коллегу из Киева, Стокгольма, Сан-Франциско или Берлина, чем на своего соседа. То есть рассматривать мир как состоящий из разных частей становится все менее актуально. Теперь важна профессия. Если я веб-дизайнер, что сейчас происходит в веб-дизайне по всему миру? Если я баскетболист, что происходит в мировом баскетболе? А большинство людей так об этом не думают. Они все еще думают в контексте страны, региона, Европы или там России, что угодно. Это неправильный подход, он теряет актуальность. Таким образом, в ближайшее время люди будут перемещаться по миру, не зная границ, и будут жить там, где им комфортнее. Я не говорю, что «смотри, я постоянно езжу туда-сюда», но не говорю, что люди станут больше путешествовать между странами. Я имею в виду, что они перестанут думать о границах стран. То есть ты можешь всю жизнь провести в Киеве и все равно думать глобальнее, чем 10 лет назад, или 20, 40, или 50 лет назад. Если у меня друг руководит китайской компанией, которая пишет игры для Фейсбука. Фейсбука в Китае нет, он запрещен, но компания есть. Они пишут игры для всего мира, кроме Китая. То есть сам он не может играть в свои игры, но то, что он живет в Китае, не имеет значения. Его рынок не Китай, его рынок Фейсбук, а Фейсбука в Китае нет. Но один из его разработчиков сидит в Ливии. Да, он в Ливии, у него даже нет банковского счета, ему зарплату каждый месяц в конверте высылают. Но он очень-очень хорош в трехмерной графике. Этот парень из Ливии, один из лучших в мире специалистов по работе с определенной 3D-графической программой, которой пользуются его компанией. И мой китайский друг нашел его в сети, на каком-то чат-форуме, и взял на работу. То есть у них обоих мышление такое. Моя тема – трехмерные игры. Я найду людей, которые любят трехмерные игры. Какая разница, что один сидит в Ливии, а другой в Пекине. Давай делать классные игры для Фейсбука и продавать их на весь мир. Вот мировоззрение, о котором я говорю. Этот парень, он не Ливиис. Он прежде всего специалист по трехмерной графике, который связался с другим таким же специалистом, живущим в другом месте. И они начинают сотрудничать. До интернета это было бы невозможно. А для подрастающего поколения это совершенно естественно. Я найду единомышленников, мы объединимся и будем вместе делать разные штуки. Так кто этот парень? Ливиис? Нет, он программист. Как ты проводишь время, чтобы понять, что такое Киев, что такое Украина? Я сегодня прилетел в полотень и поехал в гостиницу. Потом сразу пошел прогуляться, чтобы проникнуться духом города. Поехал в центральную... Часть Киева? Да, на Майдан. А потом поехал в парк. Я в любом городе обязательно нахожу остров. Так что поехал на один из ваших островов. Был там в парке Украина в миниатюре. Посмотрел. А потом у меня была запланирована встреча с одним местным художником. Вылетело из головы, как его точно зовут. Он пишет огромные муралы на пять-шесть этажей. Вот буквально пять минут назад от него пришел. Я его расспрашивал, что он думает о творчестве в Украине. Старался что-то подчеркнуть от креативного человека из Киева. Очень рад быть с вами. Я буду выступать. Я приглашен как автор книг о креативности. Но причина, по которой я решил приехать в том, что заявленная тема полностью совпадает с моей любимой темой. Это Global Inspiring Forum. Я здесь в качестве закрывающего спикера, чтобы поговорить с вами о глобальной стороне этой темы. Хочу начать с того, что сейчас лучшее время за всю историю для креативных людей. Но сначала я бы хотел... Я бывал в Украине и раньше, три или четыре раза. Но я хотел бы узнать, как вы рассматриваете креативность. Я задам два вопроса. Вопрос первый. Кто из вас считает, что креативность важна в его работе? Второй вопрос. Кто считает себя креативным? Около 45%. Меньше половины. Или почти половина. Это и делает Украину интересной. Я задавал этот вопрос в 67 странах. Моя цель на следующий год довести это число до 100. Потому что я изучаю, как в мире воспринимают креативность. А Украина – одна из немногих стран, где выходит примерно поровну. Например, знаете, как в Америке это происходит? Спрашиваешь американцев, вы креативные? Как думаете, что происходит? Много или мало? Да. Порядка 90-95%. Каждый американец считает себя креативным. А если поехать в Сингапур? Я живу в Сингапуре. В Сингапуре будет 20%. Там себя никто креативным не считает. Но в Украине 50 на 50. Как будто вы точно не знаете. Да, возможно, нет, может быть, ага. Мысль, которую я постараюсь до вас донести за эти 90 минут, заключается в том, что вы сейчас в одном из лучших мест на Земле для креативного человека на ближайшие годы. Идея — это когда человек берет две формально известные вещи и сочетает их по-новому. Это не какие-то особенные идеи. Это любая идея. Каждая идея — это когда кто-то берет существующие вещи и немного их видоизменяет. Я приведу примеры. Вот формула. Идея равно человек берет знания и информацию и сочетает их по-новому. Я хочу, чтобы вы это запомнили, потому что об этом вся первая часть выступления. Человек берет знания и информацию и сочетает их по-новому. Первый пример про моего друга. Его зовут Александр Лирвик. Он дизайнер. И дизайнер креативный. Он взял понятие лампы, которое уже известно. Взял понятие качели, тоже уже известны. Если взять лампу и качели и их объединить, что получится? Лампа и качели. Что выйдет, а? Что вы сказали? Качающаяся лампа? Отлично. Кто это сказал? Поднимите руку. Хорошо. Вот креативный человек. Вот что я хочу сказать. Вы просто берете две вещи и их сочетаете. Но есть и альтернативный ответ. У вас выйдет либо качающаяся лампа, либо другой вариант. Люстра. Ладно, частично, да? Да, отлично. Светящиеся качели. 99% людей скажут качающаяся лампа. 1% скажет ламповые качели. Вы намного креативнее его, да? Потому что ваш ответ необычен. Если все говорят одно и то же, это идея, но не самая лучшая. Он сделал качающуюся лампу, взял лампу и качели, объединил вот это. Это и лампа, и качели. Давайте проведем небольшой тест. Я знаю, что украинцы скептики, в хорошем смысле. Кто из вас считает, что то, что сделал мой друг, креативная идея? Поднимите руки. Ладно, нормально. Раскачиваемся понемногу. Вот вам еще. Он взял лампу, взял знак «Не беспокоить». А что выйдет, если объединить лампу и знак «Не беспокоить»? Из этих двух что получается? Лампа «Не беспокоить». Теперь не нужно высматривать в туалете, сразу видно, красный свет занято. А еще один пример приведу. Я взял две ранее известные вещи и объединил их по-новому. Готовы? Готовы столкнуться с мощью моего креативного гения? Как-то не густая энтузиазма. Но я все равно покажу. Поехали. Это моя книга. Называется «Книга идей». Я решил, что если напишу книгу о креативности, она не просто будет о креативности. Она сама должна быть креативной. Сапожник должен быть сапогами. Вот она. Я взял книгу. Я же не изобрел книги. Я взял блокнот. Блокноты я тоже не изобрел. А если взять книгу и блокнот и их объединить, что выйдет? Книга-блокнот. Вот, в общем, моя книга. Это на 50% книга. Тут можно прочесть, как стать креативным человеком. Это на 50% блокнот. Тут можно записывать все свои светлые мысли, возникающие по мере чтения моей книги. Это не книга и не блокнот. Спрашиваю вас, это книга-блокнот. Только давайте честно. Кто из вас считает, что это была отличная идея? Вот эти 20 поднявших руку, вы врете. Слишком медленно руку поднимали. И вот тут проблема. Я показал вам идею, а 80% сказали, и это все? Это идея? Тупо белые листы? В книге это такая идея? И дальше так. Мы ожидали большего. Итак, урок номер один, то, что группа людей не в состоянии распознать креативного гения, когда им показываешь идею. Не значит, что идея плоха. Это значит, что группа слабо разбирается в креативных гениях. Один из моих друзей, One of the Oligarchs, сказал когда-то, что украинцы это очень креативная нация. Согласен ли ты с этим? И второй вопрос, вытекающий из этого, что же не хватает украинцам, чтобы жить лучше? Я вообще считаю, что креативность способна приносить деньги. Думаю, Украина немного похожа на Монголию. Вот этой изолированной ментальностью. Вы не изолированы, но менталитет такой. Вроде, мы не здесь, а где-то на окраине. Где-то посередине. Да, посередине. Думаю, когда-то так и было. Но вот Сингапур стал Сингапуром, потому что там проложили морской маршрут из Китая в Европу. Сингапур отлично расположен. Я бывал в Сингапуре. Да, но раньше города основывались на торговых путях. Амстердам вот, или Шанхай. Да. Сегодня мы путешествуем не по морю, мы летаем. Я прилетел катарскими авиалиниями, а мог турецкими. В Стамбуле есть новый аэропорт. Теперь можно в 300 разных городов добраться с одной пересадкой в Стамбуле. То есть из Украины можно с одной пересадкой долететь до любой страны мира. Вы больше не изолированная страна. Теперь на земле изолированных нет. Так что от такого мировоззрения надо избавиться. Мне кажется, оно вас ограничивает. Вы продолжаете себя воспринимать окраиной чего-то. Это уже не так. Но в некоторых странах такое мышление держится. А вам не надо. Вот так. Раз, и отбросили это. Это уже не так. Что ты думаешь о блокчейне и о биткоине, о криптовалютах? Ты первый человек, которому я задаю этот вопрос, из всех, кого мы интервьюировали. Я написал книгу об интернете в 95-м году. А впервые увидел интернет в 93-м. В интернете тогда еще даже картинок не было, только текст. И я понял, что это будет невероятная вещь. Надо было писать книгу, ведь бизнес изменится. Но я не знал, как именно. Я написал книгу о том, как интернет изменит бизнес. Но сам при этом точно не знал, как именно. Сейчас с биткоином та же история. Он все изменит, но мы еще не понимаем, как. Биткоин вполне может оказаться вторым Нескейпом. Помнишь Нескейп? У него было 90% рынка, но он появился чуть рановато. Мало контролировался и слишком уж был стартапом. А потом на рынок пришел другой игрок, побольше. То есть браузер был прорывным изобретением. Но браузер Нескейп не стал победителем. Хотя долгое время казалось, что станет. Биткоин – это блокчейн в нашем случае. Биткоин сейчас выглядит как важная тема. Блокчейн многое изменит. Но мы еще не понимаем, как именно. Мы с интернетом только сейчас разобрались, как его использовать, правда? Почти 20. Да, уже больше 20 лет прошло. Теперь его на бизнес-конференциях рассматривают как разрушительный фактор. Потому что интернет ломает существующий бизнес. Ты смотришь «Игру престолов»? Там постоянно говорят «Зима близко, зима близко». Потому что зима несет для них огромную опасность. И так мы раньше смотрели на интернет. Интернет изменит бизнес. Интернет будет многое менять. И теперь интернет все меняет, так? Если ты до сих пор не поменял свою стратегию, у тебя проблемы. Биткоин еще до этого не дошел. Блокчейн еще до этого не дошел. Нам понадобится лет 10-15, чтобы понять, как им пользоваться. А потом, когда мы разберемся, это будет одним из крупнейших, я уверен, одним из крупнейших изменений. Как ты думаешь, когда основные процессы в мире будут заведены в блокчейн? И когда следующий президент, ты, начнут избираться по другому признаку? Когда это будут инстаграм-блогеры или ютуб-лидеры или кто-то из этой эрии из диджитала? Тут есть сложный момент. Мы меняемся. Любое изменение происходит, когда что-то изобретаешь. Кто-то изобрел блокчейн, кто-то изобрел интернет, кто-то что-то еще. Изменения не происходят, когда покупаешь новую технологию. Изменения происходят, когда купившие технологию люди меняют свой подход к разным вещам. Например, веб-страницы мы все еще называем их страницами, будто это и вправду страницы, потому что сначала так и было. У тебя есть страница, ты загружаешь другую. Это была метафора книги. Долгое время интернет был цифровой книгой со страницами. Нажимаешь, переходишь на другую страницу. Сегодня страницы уже не страницы, они полностью динамичны. Ты уже не читать заходишь, но мы продолжаем называть их страницами. Поэтому мой фаворит сейчас не блокчейн, а дроны. Потому что если посмотреть, что произошло в этой отрасли за 10-15 лет, это просто с ума сойти. Но ведь, строго говоря, дрон это очень маленький вертолет. Если бы мы называли дроны мини-вертолетами, они бы так быстро не развивались. Потому что когда мы говорим вертолет, у нас в голове есть какое-то представление о том, что такое вертолет. Но их не называют мини-вертолетами, их называют дронами. Придуманное слово, как и интернет, как и блокчейн. Теперь человек смотрит и спрашивает. Ого, а что это? Это дрон. А что он может? Что угодно. А может одновременно три сотни лететь абсолютно синхронно? Конечно, почему нет? А как оружие использовать? Конечно, почему нет? То есть, с изобретением нового слова запускается инновация. Поэтому с блокчейном и биткоином похожая история. Мы не называем их цифровыми деньгами. Мы зовем это блокчейном или биткоином. И оно может стать чем угодно. В этом волшебство новой технологии, которую принимают как нечто новое. Не то, с чем мы давно и хорошо знакомы. Понятно? С интернетом то же самое. Это красивое слово «мне нравится». Мне нравится, что никто не знал, что такое интернет, и он мог стать чем угодно. И потому стал всем. Что ты думаешь будет с компаниями, которые не занимаются инновациями и очень консервативны к изменениям? Консервативные компании вызывают беспокойство. Но не только они. Компании, придерживающиеся умеренных взглядов, находятся даже в большей опасности. Потому что консерваторы знают, что они консерваторы. Возьмем, к примеру, компанию, которая делает шампанское. Мы производим шампанское по одной технологии уже 200 лет. И они продолжат делать его по той же технологии. В этом нет опасности. Ведь людям нравится, что это старый рецепт. А вот умеренные компании будут в большей опасности. Потому что считают себя более инновационными, чем консервативные. И не напрягаются. Но в этом и опасность для них. Потому что с ними будут конкурировать новаторы. И речь не только о консервативных компаниях, умеренных компаниях и инновационных компаниях. Есть консервативные люди, умеренные люди, инноваторы. И умеренные вызывают больше тревоги, чем консерваторы. Ведь они считают себя прогрессивными, но это не так. Они не принимают новейшие технологии. Думают, что принимают, но это не так. Как ты думаешь, какое место Украины в глобальном мире? И что мешает ей как можно быстрее занять его в этом новом мире, в котором будут новые правила, диджитал правил? Видишь ли, я считаю, что вопрос поставлен неверно. Если бы я был украинцем, я бы думал не об Украине. Я бы посоветовал думать об Украине, если бы меня спрашивал политик. Но ты ведь спрашиваешь не как политик, ты спрашиваешь как бизнесмен. Поэтому я скажу так, не думай о стране. Думай о всем мире. Потому что так ты лучше всего поможешь своей стране. Я из Швеции. Швеция очень маленькая страна. И народ у нас в Швеции... Мы не очень умеем думать о Швеции. Мы не слишком патриотичны. Из нас плохие националисты. И я не говорю, что быть националистом это плохо. Вовсе нет. Я говорю о том, что у шведов хорошо выходит следить за происходящим в мире. А затем создавать. Можно вспомнить Скайп или Абу, другие вещи, H&M или Икея. Мы думаем не о том, как создать что-то для Швеции. Мы спрашиваем себя, как сделать что-то полезное для людей. А потом продаем это всему миру. И для Швеции очень хорошо, что есть Икея и Аба и H&M. Это отлично для страны. Но не потому, что шведы думают Швеция, Швеция, Швеция. А потому, что мы думаем мир, мир, мир. Правильно я понимаю, что не надо думать Украина, Украина, Украина. Надо думать мир, мир, мир. Но сейчас говорят, думай глобально, действуй локально. А я считаю, что надо не так. Надо говорить, думай о людях, действуй человечно. Как иностранец, я очень оптимистично рассматриваю расцвет информационных технологий, которые переживает Украина. Но он случится не потому, что украинские IT-компании думают об Украине, а потому, что они думают, как нам продать нашу продукцию. Мы эксперты в IT. Надо продавать это во все страны. Мой специалист по IT, кстати, украинец, живет здесь, в Киеве. Надеюсь, завтра с ним увидится. Мы еще ни разу не виделись, просто я его нашел как специалиста. Его зовут Дмитрий. Он украинец, и он сказал себе, я знаю IT, я умею настраивать сайты WordPress, серверы и так далее. И он решил, я буду продавать эти услуги по всему миру. И нашел меня в Сингапуре. Я с ним уже много лет работаю, и никуда не уйду. Он действительно отлично делает свою работу. Каждый месяц я перевожу ему деньги из Сингапура в Украину. Для Украины ведь хорошо, что он так работает, правда? В страну заходит валюта. Но нужно намного больше украинцев с таким мышлением. Намного больше. Сколько по твоему времени понадобится Украине для того, чтобы приблизиться по уровню жизни к европейским странам? Я написал книгу, которая называется «Развивающийся мир», где сравниваю креативность в развивающихся странах и в развитых. Поскольку я из Швеции, развитой страны, и 10, нет, уже 30 лет прожил в Китае и Сингапуре, развивающихся странах, не думаю, что Украине нужно ставить цель стать развитой страной. Слово «развитой» очень опасное. Если задуматься, это оно означает «готовый». «Я развитый», ага. Это как если ты участвуешь в забеге, а потом такой «я добежал», «я развитый». Развивающийся значит, что я продолжаю бежать. Что происходит, когда перестаешь бежать? Ты замедляешься. Так что надо обязательно продолжать бежать. Нельзя говорить «я добежал до финиша». Развитые страны сказали, «Мы добежали до финишной черты, мы развитые». Конечно, мы продолжаем инновации, но уже не в тех масштабах, которые были, когда мы развивались. Да? Поэтому надеюсь, что Украина никогда не станет развитой. Вам нужно развиваться без остановки. Я живу в Сингапуре. Сингапур – чрезвычайно успешная страна. Одна из самых инновационных в мире. Одна из богатейших в мире. Одна из самых успешных стран. Но она не называет себя развитой. В Сингапуре это называют модернизацией. И правительство непрерывно модернизирует Сингапур. Вот главная мысль. Украине следует подражать Сингапуру, а не Западу. Запад запутался. Он пытается вернуться к тому, как было раньше. Там живут истории и хотят вернуться к прежнему. Смотрят не вперед, а назад. Не равняйтесь на них. Откуда ты берешь идеи? Я считаю, что все идеи приходят через вдохновение. Поэтому я столько путешествую. Я выступал. Я поработал в 67 разных странах. В следующем году доведу их число до 100. Я уже говорил, что каждый год посещаю 20-30 стран. Сегодня я учился креативности в Украине. А на прошлой неделе был, предположим, в Шанхае и так далее. Я намеренно езжу и в развитые, и в развивающиеся страны. Я посещаю Мьянму, Бангладеш, Южную Корею, ЮАР, Германию. И везде интересуюсь, о чем сейчас говорят люди. Что сейчас происходит? Этим я занимаюсь 8 месяцев в году. А затем 4 месяца я вообще не путешествую. Два месяца сижу в Швеции. У меня три острова. В течение двух месяцев я сижу на острове в Швеции безвылосно. Только за едой могу съездить. А потом назад. И два месяца я сижу на острове в изоляции только я и моя семья. И там мой мозг может переварить все увиденное за время поездок. Потому что вдохновение буквально означает вдох, вдох, выдох, вдох, выдох. То есть вдохновение — это кислород для мозга, буквально. Вот что это значит. Но что случится, если только вдыхать? Ты умрешь, так? Нужно и выдыхать тоже. Созидание — это выдох. Два месяца я ничем не вдохновляюсь, просто обдумываю все, что увидел. У меня два месяца, 60 дней на выдох. Тогда и приходят все идеи. А потом я решаю, о чем напишу следующую книгу. А затем беру и пишу ее. Так что важно набраться вдохновения из разных мест. А потом остановиться, засесть на острове или на горе, или в лесу, где угодно. И ничего не делать, а потом создавать. Слишком многие люди сейчас из-за социальных сетей и прочего постоянно вдохновляются. Смотрят в телефон, листают дальше. Вдохновение без остановки. Но они ничего не создают. Это как если вливать, насильно вливать информацию, а в обратную сторону что? Когда? Созидание — это выдох. Как давно ты это понял? Я купил свой остров в 99-м году. Продал компанию, купил остров. 20 лет назад. Я занимаюсь этим уже 20 лет. Но должен сказать, что 10 лет назад понял, что должен этим заниматься в глобальном масштабе. В 2008 году я переехал из Пекина. Пекин был фантастическим. Знаешь, Китай в 2008 году. Но если живешь в Пекине, думаешь только о Китае. Это как в Кремнии и в Айдолине, думаешь только об Америке. Когда я переехал в Сингапур, мир не ограничился для меня Сингапуром. Ведь это единственное место на Земле. Более-менее, где есть большой город, а страны вокруг нет. Может, Монако еще, но Монако уже уставший город. Лондон — глобальный город, но он в Англии. Все говорят только про Брекзит. Лос-Анджелес и Нью-Йорк — глобальные города в Америке. И все там говорят о промежуточных выборах. Но Сингапур — глобальный город, и страны вокруг нет. О чем говорят в Сингапуре? О Брекзите, о промежуточных выборах, о Китае, обо всем на свете. К вашему сведению, когда я это делаю в Америке, ну, чтобы вы сравнивали Америку с Украиной, там я показываю книгу, блокнот. Сделал книгу, блокнот. Знаете, какая там реакция? Ого, потрясающе! Вуху! Приезжаешь такой в Украину? Ладно. Нет уж, поздно. Нет, поймите меня правильно. Мне такая реакция нравится. Украина — одна из моих любимых стран. Именно поэтому тут есть честность. И еще Китай такой. Честная обратная связь, потому что я как-то в Америке сглупил. Говорят, потрясающе! А я сказал, спасибо, а почему потрясающе? Не знаю, но это потрясающе. Короче, американцев слишком легко впечатлить. Ваша реакция мне больше по душе. Но нельзя говорить, что идея плоха, пока не услышите, что в ней кроется. Нельзя гросить идею, пока ее автор не объяснил, в чем ее соль. Потому что эта идея лучше, чем кажется большинству людей. Я дам вам 10 секунд, чтобы догадаться. Сможете понять, почему она лучше, чем кажется большинству? Первому, кто ответит, чем хороша эта идея, книга бесплатна. Хорошо? Почему? Ага, конечно. Видите, это позитивный человек. Вообще в мире два вида людей. Позитивные и негативные. Он сказал, теперь можно записывать идеи прямо в книгу. Это позитивный человек. Такие говорят, вау, книга и блокнот по цене книги? Супер! А негативные говорят, чего? Всего полкниги и по цене целой книги? Ерунда какая-то. Это хороший ответ, но не самый лучший. Самое лучшее я вам покажу. Знаете, сколько в среднем продается экземпляров книги на бизнес-тематику? Средние книги про бизнес на английском языке, сколько экземпляров уходит? Назовите цифру. Несколько миллионов. Ага. Вот как люди думают. Несколько миллионов. Нет, правильный ответ — три тысячи. Очень-очень немногие книги продаются в количестве больше десяти тысяч. А в среднем всего три тысячи экземпляров, потому что книг по бизнесу сотни тысяч. Пойдите на Амазон, забейте поиск «бизнес-букс». Сотни и сотни тысяч разных. Но сколько книг вы покупаете сотрудникам в год? В среднем. Какой у вас бюджет под книги? В среднем одну. Я знаю. Вы считаете, что у вас там жесткая конкуренция. Это у меня жесткая конкуренция. Вероятность, что какая-то компания решит купить именно вашу книгу — один на сотни тысяч. Но моя книга — не книга. Моя книга — это блокнот. Блокноты покупают не за деньги, выделенные под книги по менеджменту. Блокноты покупают из денег, выделенных на кастовары. Офисные принадлежности. И какой там бюджет? Средняя книга продается в три тысячи экземпляров. Я только в Сингапуре продал пятнадцать тысяч. В одной только Швеции — сто пятьдесят тысяч. Да, только в Исландии, в Исландии, представьте, я продал три тысячи экземпляров. Сколько людей живет в Исландии? Триста тысяч. То есть каждый сотый житель страны купил эту книгу. Да, это круче, чем чертов Гарри Поттер. Я продал четверть миллиона экземпляров этой книги. Но вы, когда ее увидели, решили, какие-то тупые белые листы в книге. Я хочу сказать, что креативность — это способность объединять вещи слегка по-иному и получать огромные результаты. Но что сейчас происходит в автомобилестроении? Какое большое изменение идет прямо сейчас? Электромобили. Переход бензина на электричество. Огромный шаг. Что еще? Теперь не ты водишь, а машина сама едет. Да, каршеринг. Уход от владения к аренде машины. Видите, любое из этих изменений огромное для отрасли, но их происходит сразу три или четыре. Но это не изменения в будущем. Они уже наступили. Тесла более-менее автономна. Электромобиль. Новые стартапы бросают вызов старым производителям. Но какое следующее изменение случится в автомобилестроении? Если заглянуть вперед лет на 10 или 30, какое крупное изменение? А, летающие автомобили, конечно. А теперь я задам вам вопрос. Кто считает, что еще на его веку в наших городах появятся электрические, самоуправляемые, летающие и предназначенные для перевозки людей дроны? Поднимите руку. Видите? 90. 90 процентов. Я этот вопрос задаю уже 10 лет. 10 лет назад было 5 процентов. И вдруг мы все, как вид, решили, что мы готовы к летающим машинам. Но ни одна из уважаемых компаний, ни Мерседес, ни BMW, ни Rolls-Royce, никто из них не представил хотя бы убедительный прототип летающего автомобиля. Потому что они ужасно заняты тем, чтобы поспеть за изменениями, которые уже случились. А это еще предстоит. Что я хочу сказать? Даже большие уважаемые компании с огромными бюджетами еще не готовы. Но потребители уже больше готовы к изменениям, чем сами создатели Америки. В какие-то три страны ты бы посоветовал посетить молодым украинским бизнесменам? Ну, я бы сказал... Окей, Китай, Индия, Сингапур. А в Китае какой город? Гонконг или Шанхай? Я бы, поскольку я сказал Сингапур, пусть будет Пекин. Но лучше сказать, предположим, Гонжоу, предположим, тебе интересны спорткары. Тогда ответ будет другим. Так что я скажу? Что тебя конкретно интересует? Какие три места в мире главные в этом деле? Спортивные автомобили, тогда, наверное, Италия. Ты познакомишься с командой Формулы 1, посетишь завод Феррари, в таком духе, да? САП. Ты знаешь САП? Большую IT-компанию из Германии. Компании Кремниевой долины обычно держат исследовательские подразделения в одном месте. А в САП сказали, пусть наши исследования сидят в главных мировых центрах по своей теме. Например, САП разместил в Сингапуре ту часть своего научно-исследовательского подразделения, которое занимается логистикой и урбанизацией, потому что в Сингапуре высочайшая плотность населения, 7000 человек на километр. Очень плотно, но правительству удается обеспечить хорошие условия для жизни. Город очень приятный. И в Сингапуре крупнейший порт в мире, или один из крупнейших. Там лучший аэропорт в мире, лучшие самолеты. Так что Сингапур очень хорош в логистике и урбанизации. И САП исследует логистику и урбанизацию в Сингапуре, потому что лучше места не найти. Но команда, которая занимается машинным обучением и искусственным интеллектом, сидит в Китае, потому что Китай вливает огромные деньги в искусственный интеллект, намного больше, чем США. Так что разработки лучше вести в Китае, в Пекине, там и случится прорыв. Вместо того, чтобы спрашивать о трех городах, надо думать, какие три места в мире являются центрами важной для меня темы, и ехать туда. Искусственный интеллект – Пекин. Логистика – Сингапур. Обычно я рекомендую людям ехать не в качестве туристов, а в качестве жителей, для того, чтобы провести больше времени, чем просто турист на уикенд. Что бы ты порекомендовал делать в Сингапуре, для того, чтобы выполнить эту задачу? Уезжая из Пекина, я сказал себе, в Китае больше жить не хочу. Где теперь я хочу жить? И я решил попробовать 10 разных стран, 10 городов. Поехал в Шанхай, Токио, Сеул, Бангкок, Джакарту, Мумбаи. Всего 10. В Азии. Я точно хотел в Азию, но не знал, куда именно. Везде провел по две недели. Две недели в Бангкоке, две в Джакарте, две в Сингапуре. И общался с людьми из Швеции, которые там прожили по 10-20 лет. Потому что новый город всегда нравится. Мне вот сейчас очень нравится Киев. Всего за три дня. Но чтобы понять город, нужно две-три недели. Да, и все же. Я провел по две недели в 10 разных странах, и все было хорошо. Но если прожить 20 лет, увидишь все неприглядные моменты. Так что я спрашивал у бывалых шведов, что хуже всего в Бангкоке, что самое неприятное в Токио. И составил список. 9 месяцев меня вообще не было дома. Просто путешествовал по миру, оставаясь подолгу в разных городах. Пока не решил, где я хочу пустить корни. И тогда я выбрал Сингапур. Вернемся к Украине. Какая у Украины сильная сторона, как у страны? Что ты думаешь? Вот этот скептический настрой, который я видел. Я не буду это делать просто потому, что ты так сказал. Я сам для себя решу. Да, это девиз для Украины. Я сам для себя решу. Я думаю, это очень важно в то время, когда мир быстро меняется. Если бы он не менялся, учитель сказал, надо так и так. И ты говоришь, так точно, и повторяешь. Но в быстро меняющемся мире учитель больше не авторитет. Каждый должен думать за себя. Это очень сильная сторона Украины. Второй пункт по Украине. Я узнал, что у слова «Украина» два значения. Это либо страна, либо граница. Край чего-то, окраина. Я так понимаю, зависит от того, кто это слово использует. Исторически Украина была с краю, то южной частью Польши, то окраина Советского Союза и так далее. Так вас и описывали, верно? И это звучало не как комплимент, да? Так и есть. Но на самом деле сейчас это позитивно. Потому что в глобальном мире, если ты сидишь в каком-то месте, которое считаешь центром вселенной, даже если это Китай, Срединное Царство или Запад, который считает, что он в центре всего, или вот Рим, все дороги ведут в Рим, ты сидишь в Риме и думаешь, что ты пуп земли, а это значит, что все остальные люди с окраины, кому они нужны. Но в новом мире все занимаются инновациями. Индонезия с инновациями, Бразилия, Южная Корея тоже. А если ты сидишь в Риме или Пекине, или в другом месте, где себя считают центром вселенной, ты не смотришь по сторонам, потому что считаешь, что все и так к тебе придут. Если живешь с краю, если у тебя ментальность «я не в центре вселенной», ты будешь интересоваться, чем занимаются остальные. Так делала Швеция, так же может делать Украина. Опять же, поскольку вы находитесь между Западом и Востоком, у вас мировоззрение и восточное, и западное. Конечно, из-за этого могут возникать конфликты и проблемы. И они возникают. С другой стороны, это как два полушария мозга. Вы можете рассматривать вещи. В таких странах, как Украина, Турция, Сингапур, Индия, где умеют думать на двух языках, в рамках двух культур можно иметь сразу несколько мировоззрений. Во Франции, к примеру, наоборот. Они говорят, мне не нужно учить английский, почему бы вам не говорить по-французски? А когда ты пытаешься говорить по-французски, скажу, что ты говоришь не так, как надо. А я сейчас беспокоюсь за такие страны, как Франция, Италия, Британия, потому что Британия раньше была ментально открыта миру. Но посмотрите, что сейчас происходит. Все наоборот. И даже США вызывают тревогу. Все становятся закрытые. Нам лучше знать. Нам не нужны чужие идеи. Это подход «Мы лучше других». Подведу итог. Мир не очень велик. В нем больше нет борьбы страна на страну. Теперь это Формула-1. Находишь лучших людей, берешь американского гонщика, итальянский автомобиль, немецкого инженера, объединяешь это все и соревнуешься с другими людьми, которые делают то же самое. Так устроена конкуренция. Ни одна команда Формулы-1 не добилась успеха силами одной страны. Была попытка у Тим Индия создать чисто индийскую команду. Не слишком успешная. То есть мышление должно быть таким, кто лучше всех что-то делает и с кем. Из любой страны я могу работать, чтобы конкурировать с людьми, которые находят лучших специалистов по всему миру, чтобы конкурировать со мной. У таких людей, как мы с тобой, есть нужное мышление, и я думаю, украинцам легче его обрести. Тебе это легче, чем какому-нибудь французу, например. Что может являться лучшим катализатором для развития людей, которые живут здесь? Мне кто-то сказал, ну, я здесь только четвертый раз, я не эксперт по Украине. Но я спрашивал местных, расскажите, что за люди украинцы. И один сказал, мы креативные, но нам не хватает уверенности. По-моему, это плюс. Согласен? Да. Я как бы думаю, что все наоборот. Вы уверенные, как минимум вы гордый народ. Гордость означает уверенность. Думаю, как народ вы уверенные, но не в своей креативности. Это немного парадоксально. Я говорю людям, чтобы быть креативным, надо быть уверенным в себе, да? Все идут в этом направлении, а ты такой, к черту, я пойду туда. Для этого надо верить в себя. Но истинно креативные люди всегда сомневаются. Если все идут в этом направлении, я иду в том, но, возможно, это неправильно. Может, мне вообще стоит идти сюда или даже туда. Подумай, каждый истинно креативный человек никогда не бывает чрезмерно уверен. Художники делают сотни эскизов, и они никогда не довольны. То есть нужно с уверенностью сомневаться. Это главная черта каждого креативного человека. И я думаю, у украинцев она есть. Мировоззрение украинца создает предпосылки для креативности. Как должна модернизироваться и меняться в ближайшее время система образования в мире? У меня трое маленьких детей. Три, пять и семь лет. Три, пять и семь. Да, дети еще маленькие. Мы сейчас всерьез обсуждаем, отдавать ли их вообще в школу. Но все же отдадим. Но только чтобы они завели друзей. Это единственная причина. Но мой сын еще учится в Khan Academy или на giftedchild.org. Кажется так. Это онлайн ресурсы. У него есть способности к математике, к шахматам, к таким вещам. Он сам учится. Мы только учим его находить знания. Помните, я говорил уже, бизнес изменился только когда разобрался, как работает интернет. Когда человечество, как вид, поймет, что все необходимое для повышения своего уровня можно бесплатно найти в сети, все изменится. Но прямо сейчас мы этого еще не понимаем. Хуже того, у людей нет мотивации или вдохновения, чтобы искать доступные знания. Есть ведь TED Talks, например. Или вот скажем, вас увлекла идея слетать на Луну. Можно подписаться на Илона Маска и вот этого. Снова забыл имя. Он написал книгу, называется «О цели Луна». Он собирается отправить первый коммерческий аппарат на Луну. На них обоих можно подписаться на Твиттере. То есть в сети можно бесплатно получать вдохновение от лучших людей твоей области. И мы ничему не можем научиться, если нас сперва не мотивировать или вдохновить к этому. Если я влюблюсь в украинку, я очень быстро выучу украинский язык. На первом месте вдохновение. Потом мы учимся. То есть с точки зрения образования человечеству нужно, и мы это сделаем. Создать интернет-решение для вдохновения. А потом помочь людям находить знания. И это уже делается с помощью TED Talks и каналов на Твиттере. Мой сын будет читать твиты лучших гроссмейстеров на Земле. Он будет вдохновляться лучшими примерами. Будет с ними знаком. Семь лет? Да, ему семь лет. У него есть шахматное приложение. Если он потом захочет... Возможно, шахматы плохой пример. Но давайте предположим, что его интересуют не шахматы, а космос. Он тогда скажет, я хочу работать у Илона Маска в SpaceX. Подам заявку на стажировку. И так и сделает. Он сможет поставить себе такую цель. А когда такие мысли появятся у кого-то в Руанде, в Украине, Мьянме или Китае? Повсюду мир изменится. Потому что мы думаем про Запад и развивающиеся страны, но мир уже устроен по-другому. Теперь человек может понять, я могу стать кем угодно и при этом бесплатно. Абсолютно. Сколько ты знаешь языков? Всего два. Английский и шведский. Но язык теперь не проблема. Новейшие наушники от Гугла переводят на 40 языков в реальном времени. Майкрософт, Гугл, Фейсбук. Они все разрабатывают программы-переводчики. Через пять лет они будут идеальны. Мы с тобой сможем обходиться без переводчика. Уж извините. Извините, мэй. Конечно. Я все понимаю. Мне переводчик нужен, чтобы лучше излагать вопросы. Да, переводчики не обязательно исчезнут, но мне станет легче. Я смогу говорить где угодно, с кем угодно. А если кто-то живет в Украине и не говорит по-английски, то может вы учите язык онлайн. Уже сейчас это можно сделать через YouTube, но смысл. Через пять лет все будет идеально, и никаких отговорок. Вся информация доступна. И вся информация доступна к кому-то. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я представляю украинскую компанию. Почему, по вашему мнению, спикеры очень часто ссылаются на собственный опыт, показывают свои иллюстрации, да и многие вопросы касаются их персонально? Почему так? Думаю, что лучшие выступления всегда основаны на собственных историях, собственном опыте. И особенно во времена интернета, когда информацию можно найти где угодно. Если вы пришли послушать спикера, вы хотите услышать его точку зрения. Не общие, а абстрактные взгляды на мир. Так что лично я, по крайней мере, предпочитаю добавлять личные истории. Я думаю, с ними выступления и достовернее, и интереснее. Спасибо. Еще вопрос короткий. Как вы готовитесь к изменениям в вашей сфере деятельности? Как она изменится? Может, вживую, может, через интернет, ведь это личное обращение. Но мы говорим о дигитализации, о глобализации. Так это все будет меняться? Что именно, речь? Нет, вообще формат мотивационных выступлений. Насколько я помню, все начиналось с ТЭД в Америке, и сейчас развиваются новые формы. Я жду. Помните, я говорил об этом? Изменения происходят не с появлением технологии, а тогда, когда люди понимают, что у них есть доступ к новой технологии. Думаю, что мы, как вид, еще не полностью осознали, сколько бесплатного мотивационного контента и знаний сейчас доступно в сети. Когда человечество это поймет... Например, у меня жена филиппинка. И я знаю, что филиппинцы сейчас начали узнавать, что такое воронка кликов. Ну, инструмент онлайн-маркетинга. Есть там человек, который умеет это делать, и он донес информацию до тысяч филиппинцев. Теперь у них появляются мысли. Я могу стать интернет-консультантом и продавать свои услуги. Но у большинства людей этого еще нет. И это, в частности, касается Украины. Когда украинцы поймут, что сейчас есть доступ ко всей информации на свете и будут получать мотивацию глобальных масштабов, жить здесь будет ничуть не хуже, чем в Стокгольме или Лондоне, или Берлине. Вообще без разницы. Как молодому человеку найти себе ментора? Я верю в менторство. Но у меня нет какого-то одного ментора. Я встречаюсь с людьми, вот сегодня с художником, да? Час учусь чему-то у художника, а потом иду учиться у кого-то другого. У меня мозг так устроен. Я могу сидеть с тобой и общаться о беге. Научусь всему, что можно было, а потом найду человека, который мне расскажет о бодибилдинге. Скажем, или еще о чем-то, если я хочу заняться спортом. Если интересует правильное питание, найду диетолога. Я скорее верю в менторство, чем в ментора. Я двумя руками за то, чтобы понемножку учиться у всех. Согласен. Но если говорить о менторе на долгий срок, для мягких навыков. Бег — это жесткие навыки. Но вот для мягких — в сфере эмоций. Да. Но я бы сказал, что бег — это и про жесткие, и про мягкие навыки. Нужна определенная ментальность. Мой отец был учителем музыки, учил детей. Он говорил, любого можно научить играть на инструменте. Это жесткие. Да, жесткие навыки. Да, любого можно научить играть на инструменте. Но стать музыкантом можно только через вдохновение. Майкл Джексон смотрел на Фреда Астера, как тот танцует. Смотрел на других людей, как они поют. И использовал это все. Он вдохновлялся примерами. Чему я могу научиться у этого человека? Чему у того? Если, например, о баскетболе. Баскетбол, потому что тут мячи вокруг. Но в любой сфере надо думать. Кто вдохновит меня стать лучше? А потом находить этого человека. Вдохновитель, ценя и ментора. Ищите не ментора. Ищите вдохновителя. Следующий вопрос. Что важнее? Дисциплина или мотивация? Простой ответ. Одно или другое. Дисциплина или мотивация? Для того, чтобы добиться успеха. Я бы сказал, что мотивация. Согласен. Мотивация и вдохновение. Вдохновение — это двигатель. Да, вдохновение — это топливо. Но мотивация — это то, что подталкивает вас. Если тебе нужно переплыть океан, можно быть сколь угодно дисциплинированным, но ничего не выйдет, пока не появится мотивация. Так? Чему ты учишься у своих детей? Чему я научился из того, что завел детей? Потому что мне сейчас 50, старшему 7, и мне было 42, когда он родился. Я опросил своих друзей, у которых детям было по 18, 19, 20 лет. Я спрашивал, если бы снова родился ребенок, что бы вы делали по-другому? Что изменили бы? И все говорили одно — проводил бы с ним побольше времени. Каждый это сказал. Поэтому я решил, буду больше времени проводить с детьми. И последние 4 года я работаю с неполной загрузкой. Когда мне будет 65, на пенсию не уйду. Уйду в 75. То есть проработаю на 10 лет дольше, чем все вокруг. Но эти 10 лет я провожу сейчас с детьми, пока они маленькие. Вместо того, чтобы не работать в возрасте, когда только я остается, что играть в гольф с другими стариками, я лучше буду проводить время с детьми. Потому что у них можно научиться быть в моменте. Смотреть на звезды. Вот это, папа, смотри, звезды. Я никогда на них не смотрю, но тут, папа, смотри, звезды. И ты смотришь в небо. Но еще у меня дети из смешанной расы. Я швед, но жена у меня филиппинка. У меня один взгляд на жизнь, но у нее совсем другой — филиппинский. Понятно. Она страстная, они там как латиноамериканцы. И католичка, а я не католик. Когда пошли дети, встал вопрос, как их воспитывать. По-шведски или по-филиппински? Или по-сингапурски? Ведь они родились в Сингапуре. И нам пришлось срочно решать, как воспитывать детей. Иногда выходит по-шведски, иногда по-филиппински. Но мои дети растут в Сингапуре. Они смешанного происхождения. Ходят в международную школу. Для них нет правильно и неправильно. Я с ними недавно общался через фейстайм. У них сегодня был бег с препятствиями. Ну, по полосе препятствий, да? И тэквондо. И они занимаются и теми другим, потому что им нравится. Они не говорят, я этим занимаюсь, потому что так делают в Швеции. Они делают что-то, потому что так хотят. Им нравится и тэквондо, и футбол. Но это касается всего. И одежды, и еды. Сегодня они ели баодзе. Китайские пельмени. Баодзе и куалапис. Любимая еда моего сына. Она китайская, но какая ему разница? У него есть друг. Мы ходили в гости в пятницу. Оба родителя из Индии. И ребенок на 100% индус. Его мама рассказывала, что ее дети жалуются, что они единственные в классе несмешанного происхождения. Им не нравится, что они на 100% индусы. У остальных детей в классе по две культуры. А они как бы обделены. Раньше было наоборот. Дети смешанной расы выделялись. Но в Сингапуре они уже почти становятся нормой. И в таких условиях все нормы хороши. Помню, когда приехал в Китай, я заказывал что-нибудь из меню, не зная, что я буду есть. Просто тыкал страницу, мне приносили блюда, а потом давали вилку, нож, ложку и палочки. Потому что... Потому что они спрашивали, будете есть палочками? А я не понимал ничего, и они давали все приборы сразу. Мне тогда впервые в жизни пришлось принимать самостоятельное решение, чем есть, исходя не из того, как принято, а как я собираюсь это делать. Ложкой и одной палочкой, или вилкой и ножом, все равно. Так что дома я ем ножом и вилкой, жена вилкой и ложкой. Дети решают сами. Иногда берут ложку и вилку, иногда палочки, иногда вилку и нож, или нож и ложку. Они растут с мыслью, делай то, что будет лучше, а не то, что диктует твоя культура. Потому что очень часто то, что диктует культура, не оптимально в любой стране. И странам сейчас нелегко. Например, Япония. Японские компании были очень успешны в эпоху международных компаний, потому что японское качество одно из лучших в мире, или немецкое тоже одно из лучших. Но глобальное качество всегда выше национального. Последний вопрос? Нет, не последний. У меня еще много вопросов. Какой вопрос тебе не задавали, но на какой бы ты хотел ответить? Ага. Какой бы вопрос я хотел получить? Хорошо. Но я бы хотел сделать наоборот, чтобы ты задал мне вопрос, который, как тебе кажется, задавать нельзя. Потому что он неудобный, или... На прошлой неделе мы такое провернули, и мне задали вопрос, что бы ты сделал, если бы надо было выступить с лекцией о пользе вегетарианства перед сотней фермеров-птицеводов, и все фермеры сидят голые. Ладно, простой вопрос. Твоя любимая книга. Любимая книга. Любимая книга. За все время, возможно, изменившая твою жизнь. Ладно, моя... Ладно, мою жизнь изменила книга Эдварда Дебона. Латеральное мышление. Я учился в университете и прочитал книгу о креативности. И решил, хочу этим заниматься. Поэтому я стал писать книги о креативности. Но я бы хотел поговорить о недавно прочитанных книгах, которые что-то изменили. Сейчас я слушаю три книги. Одна — это «Цель Луна». Очень рекомендую предпринимателям и бизнесменам. Автор родился... Все забываю, как его зовут. Родился в бедной семье в Индии. Переехал в Америку. Стал выпускать хлопья для завтраков. Стал миллиардером. Сейчас основал компанию, которая пытается найти средства от болезни человека и еще одну, которая планирует полет на Луну. Поэтому главная идея — ставить амбициозные цели. Хорошо показано, что добиться успеха с безумной целью легче, потому что конкуренции нет. Ведь никто не думает, что такое возможно. То есть преуспеть с очень странной, большой, дерзкой целью легче, чем с обычной идеей. Другая книга «Принципы». Автор, опять не могу вспомнить, но он основатель компании Бриджу... Бриджотер. И один из богатейших американцев. Вопросы жизни и инвестирования он излагает через принципы. Практические алгоритмы для каждого действия. Все от найма сотрудников до инвестиций. И он целую книгу написал о принципах, по которым живет. Я слушаю его одновременно с книгой Экхарта Толле «Сила момента сейчас». Потому что первая книга про логику, а вторая про чувства. Когда возвращаюсь, они конфликтуют. Первые пять километров пробежки идет так. Да, все логично, я сам так думал. А потом пять километров... О, нет, нужно больше прислушаться к тому, что говорит сердце. Дома две идеи сталкиваются. И обе звучат обоснованно. Вот это я люблю. Потому что креативность просыпается, когда сталкиваются две противоположности. Ты берешь что-то и оттуда, и оттуда. Люблю так делать. Я могу читать журнал «Экономист» и какую-то почти коммунистическую литературу. В номере в отеле смотрю «Фокс Ньюз» и «Си-Эн-Эн-Эн». Щелкаю туда-сюда, потому что хочу услышать мнение обеих сторон. Недавно одно украинское агентство получило хорошую награду и его признают в лучшем мире. Как вы оцениваете диджитал-агентство Украины в плане креативности? Ну, к сожалению, к сожалению, я не эксперт в этой сфере, но моя интернет-компания было диджитал-агентством. 25 лет назад я управлял большим диджитал-агентством, а потом, когда решил собрать свою команду интернет-разработчиков, нанял человека в Украине. У меня есть один сотрудник в Индии, один в Украине и один на Филиппинах. Они делают все, что мне нужно в сети. И я выбрал украинца, потому что хотел получить украинскую креативность. Не знаю, как отрасль в целом, но с точки зрения персонального брендинга, ваш бренд, как мне кажется, очень сильен. Мне нужны люди, которые не будут мне говорить, что я всегда прав, потому что я клиент. Мне нужны умные и креативные, которые будут возражать, если видят решение лучше моего. И именно такой мой украинский работник. Он не пытается мне угодить, он объясняет, что мне нужно. Так что про отрасли я не знаю. Но я не уявлен, что вам дали эту награду. Как по мне, у Украины отличный бренд. Отличное выступление. Большое спасибо. Вы рассказали о чудесной идее для детей, я так считаю. А мой вопрос про людей всех поколений. Как зажечь искру или разбудить креативность среди топ-менеджеров, владельцев, акционеров? Вообще-то у нас намного больше знаний и информации, чем у детей. Поэтому я не верю, что пожилой человек обречен. Есть несколько простых способов запустить креативность. Мы как лидеры можем стимулировать креативность, можем приглашать спикеров, креативщиков, покупать тематические книги, можем проводить тренировки креативности. Но это все не сделает сотрудников креативными. Нужно вдохновение. То есть лидеры должны сами делать креативные вещи. Если ты работаешь на Стива Джобса или Илона Маска или кого-то другого, знаменитого своей креативностью, ты сам почувствуешь в себе силу делать что-то иначе. Мой ответ – не приглашайте спикеров, рассказывающих о креативности. Я только что забил голову своего рота. Сами, как лидер, делайте креативные вещи, потому что они вдохновляют на креативность других людей. Вернитесь домой и спросите себе, что я могу сделать по-другому, и чтобы работники это заметили. Вы же знаете Икея. Это шведская компания, знаменитая своими инновациями, потому что их основатель всегда делал что-то инновационное. Но он также делал так, чтобы истории об этом пересказывались по всей организации. Люди должны их слышать. Мало просто делать что-то по-новому, необходимо, чтобы новости об этом распространялись. Тогда возникает дух инновации, сверху вниз. Думаю, это будет хороший, завершающий мысль у него выступления. Чем ты пользуешься? Мой ответ будет, их почти все удалил. Был период, когда я пользовался этими инструментами, но понял, что уходит слишком много времени, и удалил. Теперь у меня мало приложений. Почта, аудиокниги, Spotify для музыки, Google, конечно, браузер, бухгалтерское приложение, а социальные сети. Ладно, у меня есть Facebook, но я также поставил на него ограничитель, потому что из него слишком легко черпать информацию. Я уже говорил, нужно время, и чтобы просто подумать самому. Я лучше посижу с блокнотом, записывая собственные мысли. Да, приложение с шахматами было очень опасным. Мне жутко его не хватает, но я слишком много играл в шахматы, а нужно больше созидать. Экономишь время. Нужно экономить время, и немного скучать, потому что мы уже забыли, как это, просто сидеть и обдумывать что-то. У меня такая работа. Я много гуляю в парке, долго купаюсь в душе, пью кофе с незнакомцами, расспрашиваю их о чем-то. Значительная часть моей работы — думать, слушать, думать, вспоминать, а потом поездить по миру, собирая впечатления. Но чтобы в них разобраться, нужно время посидеть и подумать. Я бы даже сказал, что люди сейчас меньше времени тратят на обдумывание, чем лет 10 назад. Думаю написать книгу «Львиный труд». Знаешь, как работают львы? Львы ведь отдыхают по 20 часов в день. Отдыхают, играют с детьми, занимаются сексом, понятное дело, но вообще лежат и отдыхают. 20 часов в день. 4 часа в день работают, но только два из них охотятся. Остальные два просто ходят туда-сюда. Два часа в день работают. И большую часть этого времени не бегают, просто прячутся, высматривая добычу. Потому что их максимальная скорость 65 км в час. На дистанции порядка 100 метров. Дальше они устают. Они знают, что если уж бежать, то так, чтобы поймать добычу. Два часа они высматривают, а потом решают. Вот она. Бегут изо всех сил, ловят добычу, теперь можно есть и неделю не бегать. Я так работаю. Особенно сейчас, когда с детьми. Я много времени сижу один или с детьми, просто думаю. Для большинства людей это не работа. Но потом, когда я решаю охотиться, я чрезвычайно сосредоточен, целеустремлен. Я должен получить заказ на выступление. Или я еще это называю лифтом. Я не поднимаюсь по ступенькам. Для большинства людей карьера это топать вверх по лестнице, лет 70, пока не придешь на самый верх. У меня не так. Я еду на лифте. Стою в холле, общаюсь, все хорошо. Когда открывается дверь, запрыгиваю внутрь и жму кнопку верхнего этажа. Еду вверх, выхожу и жду, пока снова откроются нужные двери и снова запрыгиваю. Лифт – это метафора возможностей. Сейчас очень интересную штуку расскажу. Ты знаешь, откуда пошло английское слово opportunity – возможность, происхождение слова. Это слово изначально обозначало разновидность бури. Ну, бывают тайфуны, бывают ураганы, штормы, а бывают эти opportunity. Это название ветра, который приведет тебя в родную гавань. Когда римляне плыли по Средиземному морю, вдали от дома, голодая, внезапно приходил этот ветер. Который приведет тебя прямо домой. То есть, идея в том, что даже когда появляется попутный ветер, открывается дверь лифта, все равно что-то нужно сделать. В лифт надо запрыгнуть, ветру нужно подставить парус, чтобы плыть. Возможности бездействий – упущенные возможности. Ветер был, но мы проспали. Так что я советую, нужно проводить время в размышлениях. Как тот лев, он ищет возможностей. И когда видит, что буйволенок отбился от стада, вот оно, бегом, бегом, лев убивает буйвола, и готово. Такой у меня взгляд на жизнь. Я бегаю меньше, чем другие люди, но если я бегаю, то изо всех сил. Интересно, очень глобальный подход. Я бы хотел проводить с тобой время в работе, в работе. Последний вопрос. Последний вопрос. У тебя есть хобби? Нет, нет. Последний вопрос задаю я. Чему я могу у тебя научиться? У меня? Да. Вдохновлять. Хорошо. И мотивировать. Хорошо. Я не знаю, как, но очень многих людей подтолкнул к изменениям. Уверен, ты знаешь, как. Их тысячи, тысячи. В любом городе бывают люди. Вот так и говорят. Я тебя увидел. Я счастлив. Ты изменил мою жизнь. Думаю, ты знаешь, почему. Что тебе говорят? В следующий раз ты что им скажешь? Давай я тоже так сделаю. Что ты скажешь? О, ты изменил мою жизнь. Твой ответ. Я очень рад. Ага. Ответ неверный. Теперь давай ты попробуй. Скажи, ты изменил мою жизнь. Притворимся, что я это ты. Ты мне вот это говоришь. Ты изменил мою жизнь. О, спасибо большое. Как? Как я изменил твою жизнь? Тебе нужно узнать, как и почему. Как? Не говори спасибо. Спрашивай, как. Иногда спрашиваю. Ага. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Притворность. Продолжение следует...